Продолжение следует... И реально он соответствует тому, что все эти преступления можно квалифицировать как преступления против человечества или человечности. И есть в этой связи Международный уголовный суд, так называемый римский статут, который позволяет на самом деле любого, даже если он обладает высшим званием, как президент страны привлекать к ответственности. Я уже где-то порядка, около двух месяцев назад выступал и рассказывал, как президента, например, Судана объявили розыск, выставили на него ордер на арест за преступления, которые были совершены, когда массовое истребление было народа. И таких примеров уже немало набралось, когда под преследование Международного уголовного суда попадают главы государств. Дело в том, что нынешний режим, но султан Назарбаева всегда совершал преступления против своего народа. И это были не отдельные преступления исполнительной системы, когда в тюрьмах или в зонах работники этих тюрьм и зон пытали людей, потому что они недобросовестно относились к своим обязанностям, нарушали требования законодательства. Нет, это было еще с начала 90-х годов, и особенно эти масштабы набрали системный характер именно в 90-х годах, когда началось сопротивление общества власти Нусултана Назарбаева. То есть это было в виде вот таких пыток и преступлений против своего народа, организованного Султаном Назарбаевым давно. Но я так скажу, что в 90-х годах и где-то в начале 2000-х годов мы, наверное, тогда плохо понимали, плохо знали международные права, не знали, что все эти действия можно квалифицировать как преступления против человечества или человечности. Что есть ряд международных договоров, которые подписал Казахстан и сам Нусултан Назарбаев, куча конвенций. И в соответствии с международным правом мы можем квалифицировать все, что делалось Назарбаевым, особенно последние 20 лет, как преступления против человечности. Вы все прекрасно знаете, что пытки были не единичные в наших тюрьмах и зонах. Они носили массовый характер, причем носили массовый характер по всем тюрьмам и зонам. Я сам осидел в нескольких тюрьмах и зонах, и где бы я ни попадал, а это было 4 тюрьмы и 2 зоны, я точно знал и видел, как администрация тюрем применяет массерные пытки, как против тех, кто находится просто в СИЗО, следственные изоляторы, и по ним никакого решения суда еще не было. И против тех, кто уже находился по решениям суда, шли именно массовые бесчеловечные пытки, которые международным правом могут квалифицировать как преступления против человечности. С появлением социальных сетей, именно Facebook, Instagram и других, YouTube и других социальных сетей, вот все эти преступления стали проявляться уже достаточно широко. Не просто в виде отдельных показаний, а именно в виде видео, свидетельствий пыток. Появились правозащитники, которые сумели преодолеть тоже свой страх, сумели преодолеть давление, и активно борются, показывая, как режим расправляется со своей нацией, со своим народом массово. Массово идет по давлению. И это еще раз я хочу сказать, когда такие преступления происходят массово, в международном праве это квалифицируется как уголовные преступления, как преступления против человечности. Сегодня прошла информация, что у правозащитника Елены Семеновой, который живет в Паводаре, была попытка поджога дома. Подбросили, бросали бутылки с зажигательной смесью коктейля Молотова. И, собственно, на самом деле это произошло после того, как ей не дали возможность выехать в Страсбург, где она должна была выступать в ПАСЕ на парламентской ассамблее Совета Европы, встречаться с депутатами и встречаться с президентом ПАСЕ. В сентябре приезжала в Казахстан миссия Европарламента, и наши власти заверили представителей миссии Европарламента о том, что у Елены Семеновны нет никаких проблем, она может выезжать в любую другую страну, что никто ее не преследует. И, собственно, когда ее два дня назад задержали в аэропорту, не выпустили, они таким образом дезавуировали свои слова и просто открыто показали, что они лгали. Елена Семенова должна была выступить в ПАСЕ и рассказать о жесточайших пытках, которые происходят в тюрьмах и зонах Казахстана, которые носят системный характер. И это является серьезной проблемой Леониду Султана Назарбаева. Если он до последнего момента как-то скрывал, что он построил тоталитарное государство, что в тюрьмах и зонах осуществляются пытки, что любые политические партии и движения тотальные подавлены им, то именно после того, как такие смелые женщины, как Елена Семенова, сумели донести правду до международного сообщества, у режима Назарбаева появились различные проблемы. Многие из вас думают так, очень просто, что вот приехала миссия, они пальчиком погрозили, Назарбаев построился, все изменилось. Или какой-то депутат, евродепутат позвонил премьер-министру, опять все поменялось. К сожалению, это не работает так просто. Миссии, которые приезжают в Казахстан, в частности миссии Европарламента, они руководствуются межгосударственными соглашениями и международными договорами, которые подписал Казахстан. И они все, что могут сделать, руководствуются теми фактами, которые они получили. Они могут воздействовать на нашу страну, напоминать, что Казахстан подписал то или иное соглашение. Если Казахстан продолжает нарушать взятые на себя обязательства, после этого эти факты начинают обсуждаться на уровне крупных международных организаций. Или проводится заседание Европарламенте, выступают докладчики. Затем по дипломатическим каналам оказывается снова давление на Казахстан. Если это не помогает, то уже шаг за шагом, постепенно, я могу сказать, что, к сожалению, не так быстро, идут разные отработки механизмов влияния на страну, в том числе и применение различных международных санкций. Поэтому я понимаю, что вот приехала миссия, и все говорят, что они сделали, они поменяли ситуацию. То есть есть заблуждение, что миссия приехала, и вот на следующий день все должно поменяться. Или к приезду миссии тоже должно все поменяться. Как вы понимаете, даже 10 мая, когда приехала миссия, а там была во главе этой миссии депутат Григоля, родом из Латвии, это так называемые полезные идиоты, которые работают в поддержку режимов. Вот. Она сделала вид, что ничего не случилось, и также делала доклад Европарламенту, что все хорошо, Казахстан двигается на пути демократии, есть отдельные ошибки, но в целом все нормально. Вот реформы делают и так далее. Но, к счастью, она была не одна в этой делегации, и, конечно, она подверглась жестокой критике за недостоверную информацию, которая в реальности существует в Казахстане. И вот, собственно, недавно была в сентябре уже вторая миссия Европарламента. И, как вы знаете, Анна Гомеш очень активно выступала на этих заседаниях, встречах. И она очень ясно дала понять, что депутаты Европарламента владеют информацией о том, что ситуация с правами человека в Казахстане плохая. И что все эти действия власти Казахстана о том, что все хорошо, это, по сути дела, обман. Обман евродепутатов. Сейчас, после 10 мая, очень серьезное внимание Казахстану приковано. Вот после 10 мая было множество миссий правозащитных, которые объездили практически весь Казахстан. Были по Вадаре, в Караганде, в Ахта, в Ахтубе, в Уральске, в Усть-Камегорске. Во многих городах Казахстана. И даже при той пассивности, я знаю, что было много пострадавших, которые боялись даже встретиться с правозащитниками. Тем не менее, отдельные наши граждане пришли и рассказали правозащитникам о ситуации в Казахстане. И в этом случае работает следующий механизм. Эти правозащитные организации пишут реальный отчет о ситуации с правами человека в Казахстане. Эти отчеты попадают именно различным международным организациям, Европарламент, ПАСЭ и другие организации. Затем идет сбор, вот, качественный сбор информации о том, что в реальности происходит в стране. Затем проводятся слушания по Казахстану. И шаг за шагом идет давление на нашу страну. Сейчас очень ответственный период. Очень ответственный период, потому что этот режим за короткое время стольких людей репрессировал, совершил такое количество преступлений, которые стали известны внутри страны. И за пределами страны, и за активности наших граждан, что через какое-то время все это наберет критическую массу, что очень важно. Я хочу привести пример в виде России. Когда Путин в 2008 году совершил акт агрессии Грузии. Затем была у него акция в Осетии, Южной Осетии, Абхазии. Те же самые действия позже он совершил в Украине. Вот, собственно, вся эта критическая масса набралась. И произошел разворот отношения международного сообщества к России и лично к Путину. Вы знаете, сейчас идут непрерывные санкции экономические и политические против России. Вы знаете, что Россия фактически лишена права голоса в ПАСЕ, это парламентская ассамблея Совета Европы. Очень много различных механизмов давления идет, и они будут только нарастать. То есть и в нашем случае, в случае с Казахстаном происходит следующим образом. Накапливается негатив, он анализируется, страна не делает выводы на критические замечания, и потом медленно эта машина европейская и международная разворачивается, и после этого идет мощнейшая атака на страну. Все эти миссии усилили свою работу, именно проявляет огромный интерес к Казахстану, именно связано это в первую очередь с деятельностью демократической выбора Казахстана. Как вы знаете, мы 10 мая вышли на акции протеста с требованием прекратить пытки и высвободить из тюрем политических заключенных. Именно на них реагирует сейчас международное сообщество, именно на них реагирует ПАСЕ, Европарламент и другие международные организации. Именно это является механизмом давления на режим. И это организовали мы, демократический выбор Казахстана, это организовали вы, которые участвовали в тех или иных акциях, а затем вы подали свои жалобы о том, как вас преследовал этот режим. Пострадавших больше, многие не подали, но я хочу сказать, привести пример, каким образом вся эта машина разворачивается назад. Вот представьте себе, если бы Назарбаев давал команду министру внутренних дел судьям, осудить кого-то, преследовать и так далее, он же сам не может юридически такие решения принимать, у него просто работает телефонное право. Так вот, представьте себе, что работник МВД, который получил указание начать следственные действия, сказал бы, опираясь на закон, я не могу возбуждать никакие уголовные дела, потому что есть нарушение закона. Да, хорошо, его бы министр, наверное, попытался как-то наказать, но это не просто человека наказать, если он опирается на норму закона и действует четко по закону. Так же действовал бы судья, то есть фактически не был бы дан ход незаконным действием со стороны власти. Поэтому, когда суди, полицейские говорят, мы не могли по-другому, нам был дан приказ, это их не освобождает от ответственности. Они фактически своими действиями стали преступниками, стали соучастниками этой преступной власти. А если бы они сопротивлялись, упирались, то ничего бы этого не было. Мне здесь задают вопрос, почему Назарбаев боится Европарламента или вообще любой другой европейской структуры. Я уже говорил, на самом деле все действия, которые совершает сейчас Назарбаев, а именно нарушение международных договоров, массовые пытки, это считается международным праве, как преступлением против человечности. В этой связи есть ГАЗский трибунал, Международный уголовный суд, который имеет возможность осудить, привлечь к ответственности любого человека, в том числе и главу государства. И таких примеров много. Вы зайдите через гугл в интернет, напишите слово Международный уголовный суд, и вы там найдете, как довольно немало президентов стран были привлечены к уголовной ответственности, и был выписан ордер на их международный арест. Это первая часть. Второе, собственно, сам предмет санкций. Вы посмотрите, сейчас Европа и США применили против России массу санкций, экономических, политических, запрещают въезд в страну, арест имущества, конфискация денежных средств. То есть целый набор санкций, который может быть применен против таких преступников, как Назарбаев, министр внутренних дел Касымов и другие из его окружения, которые выполняют преступные приказы. У Назарбаева очень много активов именно за пределами Казахстана. Он имеет недвижимость практически во всех европейских странах мира, держит деньги в таких банках международных, где эти деньги могут быть арестованы. То есть он очень уязвимый. Вот сейчас у Путина нет никаких шансов держать денежные средства ни в Европе, ни в США, нигде, ни имущества. Они все будут арестованы, если будут идентифицированы, даже через подставных лиц. Назарбаев вообще легко в этом смысле разоблачить, раскрыть, потому что все его подставные Казахстана. Весь прошлый год и начало этого года, первая половина особенно, шла такая серьезная агитационная работа, где мы раскрывали суть этого коррупционного режима у султана Назарбаева. И раскрывали суть на коррупционный режим Назарбаева не только внутри страны, но и за рубежом. И сейчас сложилась совершенно другая ситуация, которая была даже год назад. Вы, анализируя социальные сети, можете заметить, что основная часть комментариев направлена на то, что люди выражают недовольство режимом Назарбаева. Они ясно говорят, что это преступный режим. И уже ни у кого нет сомнений, что этот режим пытает своих людей по всей стране, причем пытает массово. Обратите внимание, сколько людей активно, открыто сопротивлялись режиму. Вспомните, совсем недавно Орда Хашим была закрыта психушку, но она открыто боролась, получила большую поддержку от активистов ДВК, вообще большую поддержку в народе. Орда Хашим можно было ожидать год назад. И она получила такую серьезную поддержку, и в конце концов режим был вынужден ее выпустить из тюрем. И она покинула Казахстан, теперь ее дело широко известно. Обратите внимание, сколько людей активно, открыто сопротивлялись режиму. Вспомните, совсем недавно Орда Хашим была закрыта психушку, но она открыто боролась, получила большую поддержку от активистов ДВК, вообще большую поддержку в народе, разве это можно было ожидать год назад. И она получила такую серьезную поддержку, и в конце концов режим был вынужден ее выпустят из тюрем, и она покинула Казахстан. Теперь ее дело широко известно за пределами Казахстана, когда инакомыслящий режим загоняет психушки. Это тоже еще один камень против этого режима. И посмотрите, сколько людей сейчас активно сопротивляются. Это происходит повсеместно. Вот Алмаз Жумагулов и Кенжибек в Алматы, Айгуляк-Берды, Вахтау. И у нас сопротивляются люди, как Халелова, Уральский. Это в каждом регионе можно найти очаги сопротивления. Вы же понимаете, что если эти очаги сопротивления будут массовые, режим ничего не сможет сделать. Нам нужно не просто сделать очаги сопротивления массовыми, нам нужно раскрывать глаза миру на преступления режима Назарбаева. Я еще раз хочу сказать, когда мы покажем, что это преступление носит не единичный характер, что это системный, системный характер, когда эти пытки и преследования происходят тотально по всей стране, когда мы докажем, что вот нападение на Елену Семенову, попытка поджога ее дома, это дело рук властей, и когда мы покажем системный характер, возмездие неизбежно. Этот режим в лице Нурсултана Назарбаева получит по заслугам. Причем он получит по заслугам как внутри страны, когда сопротивление граждан наших усилится, но и за рубежом, когда он так же, как Путин, получит целый букет санкций, когда будет арестовано его имущество, когда будут преследоваться все его приближенные, включая его близких родственников. И мы должны это сделать, мы должны сопротивляться тотально, не бояться ничего и показывать, показывать его преступление, разоблачать этот режим. Посмотрите, Назарбаев, он просто до сих пор не оценивает ни внешние факторы, ни то, что происходит внутри страны, в обществе. общество внутри страны накапливает негатив, он собирается, и это в любом случае приведет к серьезному всплеску гнева. Он недооценивает и внешние факторы, он недооценивает, что за последние пару лет ситуация кардинально изменилась, и что международное сообщество уже стало более нетерпимым диктаторам. Я вам просто еще раз хочу напомнить, что вот так же недооценивал ситуацию, Путин все заигрывался, и теперь фактически Россия находится в жесткой изоляции. Если Россия еще большая страна, она как-то выживает, то я уже много раз говорил, что Казахстан постигнет другая участь. У нас маленькая карликовая экономика и полностью сырьевая. Все активы основные наши политические верхушки находятся за рубежом. Поэтому они очень уязвимы. И в этом смысле я, конечно, просто удивляюсь тому, как они недооценивают внешние факторы, недооценивают, что мир сильно изменился. Вы посмотрите, сколько людей сейчас активизировались, появляются за рубежом, активно выступают, раскладывают. Даже такой гражданский активист, как Майгуль Садыкова, которая была далеко от всего, подвергшись давлению за то, что она просто выходила с голубыми шарами. Ее постоянно выдергивали наследственные действия в Астане. Вот они из нее сделали противницу режима. Она сейчас занимается прозрачительной деятельностью. Елена Семенова и другие. Там таких примеров я думаю можно привести десятки. за короткое время очень много людей приняли решение для себя сопротивляться действиям режима. Они разоблачают режим, они собирают факты, они их подробно документируют и показывают, рассказывают в международных структурах. Очень скоро наберется критическая масса, все это будет сложено в коробки, будут соответствующие доклады в международных структурах, и вся эта машина шаг за шагом начнет разворачиваться против режима. И это возможно только тогда, когда наше гражданское общество активное. Это возможно только тогда, когда мы покажем, что все эти преступления носят планомерный, массовый и системный характер. То есть можно квалифицировать как преступление против человечества. Мне вот задают вопрос по поводу Ингушетии, перейдет ли забастовка к войне. Я могу заранее уверенно сказать, что в итоге протестующие победят, и все эти промежуточные решения по передаче земли Чечне будут отменены. Потому что из такого небольшого народа, как 300 тысяч человек, Ингушетия всего, когда на площади страны вышло более 30 тысяч человек, более 10%, никакая власть не сможет противостоять воле народа. Вот если у нас в Казахстане 18,5 миллионов человек, 10% выйдут на улицы, а это 1,8 миллиона человек, эта власть падет за один день. Поэтому ситуация в Ингушетии просто показывает против народа, когда такая масса выходит, не способна бороться ни одна власть, какая бы она сильной ни была. потому что когда такая масса людей выйдет на улицы, правоохранительные органы однозначно перейдут на сторону народа. Мне задают вопрос, как сплотить наше общество. Ответ простой. Ну, я могу привести свой пример. Я много лет активно борюсь. Да, я потерял свой капитал, свои активы, риск подверг семью, но если бы таких как я было тысячи, то не было бы этой ситуации. И чтобы вы понимали, если бы не было нас, тех, кто сопротивляется режиму, мы бы давно уже превратились в Северную Корею. Вы же видите, как султан Назарбаев все время норовит город Астану называть своим именем, пока только решился на аэропорт, пока только назвал улицы своим именем. Но если бы не было такого сопротивления, даже такого, наша страна давно превратилась бы в Северную Корею. Вот мой пример показывает, тем не менее, выжил, продолжаю бороться и уверен, что мы добьемся результата. Также десятки людей в нашей стране борются, находятся внутри страны, да, они страдают, но если таких людей будет десятки тысяч, эти все страдания закончатся, и страдать будет эта власть, которая совершает преступные действия. Поэтому я обращаюсь к вам, обращаясь к вам и объясняю, что нам нужно показать массовый, беспрецедентный характер преследования граждан Казахстана, показывать пытки, которые у нас есть в стране, показывать их массовый характер. Это будет квалифицироваться не только как геноцид, но и преступление против человечества. Таким образом, мы найдем рычаги воздействия на Нурстана Назарбаева не только за рубежом, за рубежом однозначно, но и внутри страны. Мы будем давить со всех сторон, и вы увидите, как ситуация быстро поменяется. Тем более, я еще раз хочу сказать, Армения поменялась буквально за несколько месяцев. В Грузии тоже власть изменилась мирным путем. Мы все должны это осознать, широко рассказывать нашим знакомым обществу и призвать их действовать. Вы же сами видите, как ситуация поменялась. Как сейчас тотально недовольство открыто выражается в сетях по всей стране. По всей стране. Это произошло всего лишь за один год деятельности и сопротивления нашего движения. и не за горами то время, когда мы, собрав этих недовольных, сумеем добиться мирной смены этого режима. И мы здесь должны получить поддержку международного сообщества. Еще раз, мы должны разоблачить и показать, что преступления режима Назарбаев носят системный массовый характер и что они квалифицируют международным сообществом как преступления против человечества. Раскрывайте, показывайте присылайте нам видео, рассказывайте о своей ситуации. Ребята, идите открыто против режима насколько вы можете. Каждый сделайте свой вклад и мы добьемся смены этого режима. Как я говорил, сейчас у нас в стране реально есть политическая оппозиция, которая открыто заявляет о своих целях и задачах. Это демократический выбор Казахстана. Именно эта политическая организация имеет четкие планы, четкое видение развития страны и поэтому если кто-то задает вопрос а что если, мы на все если имеем ответ, при том очень грамотный, подготовленный, мы уже это много раз обсуждали, поэтому я еще раз говорю, мы сумеем добиться смены режима, мы сумеем добиться того, чтобы признать Назарбаев международным преступником, за систематические и массовые пытки, которые происходят в стране и мы будем доказывать, что все эти действия квалифицируются как преступления против человечества и в этом смысле реакция международного сообщества будет очень жесткая, но сразу говорю, нам нужно накапливать материалы, все это будет нестремительно, ни завтра, ни послезавтра, нужна такая очень системная и подробная работа. Здесь я вижу, все время есть люди, которые говорят, вот, казахи такие, сякие, плохие, трусливые, все прочее и так далее. Обратите внимание, просто возьмите постсоветские страны. Латыши смогли, эстонцы смогли, литовцы сумели получить независимость, реальную независимость, они боролись. Грузины смогли, армяне смогли, украинцы смогли, молдаване смогли, почему мы все смогли, а мы не смогли. Не потому, что мы трусливые, потому что нация должна созреть и осознать, мы такие же люди, как любые другие национальности, имеем руки, ноги, голову, просто мы должны осознать, что пора действовать. Поэтому не надо себя уничижать, унижать, говорит, мы плохие, мы ничтожные и так далее. Мы такие же, мы все можем, мы такая же группа людей, как любые другие. Просто наша задача, именно политической организации демократического выбора Казахстана агитировать людей, собрать эту силу в кулак и добиться того, что добились другие. И мы это сможем сделать. А то, что вы будете унижать нашу нацию, унижать себя, говорить, что мы трусы и так далее, вы наоборот ничего хорошего не добьетесь, только роняете как себя, так и нашу нацию. Просто нужно работать. Если мы еще не добились этого, мы не сумели добиться консолидации нации, значит, мы просто не дорабатываем. Это должны осознать все. Вот я уже приводил пример, вот нас, допустим, в чате 50 тысяч, то если каждый приведет 5 человек, каждый, не какие-то десятки или сотни, каждый, нас за один день станет 250 тысяч человек. Но этого не происходит. Почему не происходит? Это значит, каждый не делает то, что должен, не приводит пятерых. И поэтому наша задача разбудить наш народ и добиться, чтобы мы стали такими же успешными, как армяне или грузины, или как украинцы. Мы сможем это сделать, поймите. Так что, ребята, давайте не падайте духом, не роняйте свою нацию, не ругайте, не говорите, что мы не говорим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...